Это сирень. Сирень цветет, пахнет. Сирень – это единственное растение в обозримом пространстве Николая Токтаева. Его горизонты вообще широкими назовешь. Так начинался сюжет о Николае Токтаеве больше полугода назад. В тот же день, изучив его многотомную четырехлетнюю переписку с чиновниками, мы прибыли в УЖКХ с коллекцией самых неудобных вопросов. Тогда, 16 марта, нам почти клялись и разве что не крестились, уверяя подъемнику быть. Надо просто еще чуть-чуть подождать. Он уже включен в этот год на исполнение программы. Мы подождали, и сегодня решили снова навестить Николая Степановича, чтобы своими глазами увидеть долгожданный подъемник. Здравствуйте. Здравствуйте. Полгода не видишь. Ну, изменений, как видите, ноль. Он по-прежнему там, наверху, в своем заточении. Между нами по-прежнему семь злосчастных ступенек. С момента нашей последней встречи сирень, что за его окном, успела покрыться почками, зацвести, отсвести. Сегодня она уже роняет листву. Но пандуса как не было, так и нет. Это при том, что Токтаев выиграл еще и областной суд, который отклонил апелляцию городадминистрации. Нет, нельзя сказать, что попыток помочь нашему герою не было. Ему, к примеру, предложили три варианта подъемника. Подъемник один и тот же. Просто его по-разному тут крутили, вертели. Они делают проем 80, 10 сантиметров на перила. Убираем, остается 70. Вот такую лист. Я говорю, просто вот элементарный. Я помру, как меня выносить будут. Он боится, что в спроектированный проем не протиснется не то, что его навороченное инвалидное кресло, подаренное Фондом социального страхования, на котором ему пока так и не пришлось прокатиться с ветерком. Ну и даже дочь с женой с покупками из магазина. Когда претензии были озвучены вслух, история с подъемником снова замерла. Ну на этом все и встало. Больше я их не видел. Последний визит был числа 28-29 июля. Пытаюсь дозвонить, трубку не берут. Номерный звук знаете? Да, конечно. На этот раз трубку возьмут и виноватым голосом снова попросят подождать. Мы отдали сметы дальше. Сейчас они проверяются в рабочем режиме. Это было еще в июле месяце. А сегодня у нас 22 сентября, да? Да. Ко мне придет тогда, кто контролирует помощь, что боченка на больничную ушла. Я тогда подниму все. Вы мне скажете свой номер телефона? Ну вот все, вот видите. Они не перезвонили, и мы снова нагрянули в УЖКХ. Здесь отчитались. Проект Пандуса готов, сметы на экспертизе. Сейчас предстоит определить источник финансирования. Дальше провести акцион, отыскать подрядчика. Потом получить у соседей разрешение на глобальную реконструкцию весьма ветхого дома. Когда начнется долгожданное строительство и начнется ли, одному небу известно. Я думаю, что пока рано озвучивать сроки и обещать, что пандус будет установлен к 1 февраля, или к 1 марта, или к 1 декабря, или к 1 января. Я не считаю возможным, чтобы не вводить в заблуждение конкретно гражданина и не обманывать его надежды. Его надежды обманывали не раз и не два. Он пятый год не выходит из заточения. И все это время в голове прокладывает маршрут первой долгожданной прогулки по городу. Только все чаще кажется, что он так и останется в голове. Наверное, сад Фрунзе все-таки. Там, тем более, какую-то концертную площадку сделали. По пятницам там концерты какие-то. Екатерина Киселева, Вадим Доминов. Наше время. Вадим Доминов. Вадим Доминов. Вадим Доминов.